Белое платье, белая фата. На минувших выходных в Воронежской области появилось больше 400 семей. Около сотни из них зарегистрировали свои отношения в Воронежском дворце бракосочетаний. Такой наплыв молодоженов связан с праздником Красная Горка. В первые выходные после Пасхи всегда же отаж, говорят сотрудники ЗАГС. Считается, что если сыграть свадьбу в этот день, брак будет крепким. Верят ли молодожены в эту примету, узнала Анастасия Алексеева. Объявляю вас мужем и женой. Это не шутки, мы встретились в маршрутке, смеются молодые. Алина и Кирилл действительно познакомились в автобусе. И вот уже год студенты неразлучны. Мы познакомились в маршрутке, то есть она мне очень понравилась. Я решил такой, надо подойти, еще время терять. Сейчас подойду и посмотрим, ответит да, будет хорошо, ответит нет. Ну, значит, не судьба. Я ответила да. И она ответила да. А сейчас повторная, да, так сказать, закрепляющая. К дате молодые люди не привязывались. Единственное, что хотели сыграть свадьбу весной, так и сделали. А вот Екатерина и Владислав планировали пожениться именно на Красную горку. Интересно, что более взрослая пара познакомилась через интернет. До свадьбы, сколько? Шесть-семь месяцев. Да. Может, так будет. Я считаю, что это... С первого взгляда? По сути, да. Под праздник выбирали. Ну, красивая, да, там, после Пасхи. Зачем откладывать надолго? Зачем откладывать? Вероятно, так подумали многие. Поэтому молодожены шли буквально конвейером, друг за другом. Несмотря на большой поток, для каждой пары исполняли народные свадебные песни. Детский коллектив делал это акапелла. После снятия ковидных ограничений почти все пары выбирают именно торжественные регистрации со всеми сопутствующими традициями и обрядами. Главная свадебная традиция, когда невеста бросает букет. Что ж, и я попытаюсь свою удачу. Так, невеста, бросайте. Ну, вообще, не очень-то и хотелось, если честно. Но там на очереди десятки свадеб. Я попробую. Но десятки свадеб – это только в Дворце бракосочетаний и только в субботу. Всего в регионе за минувшие выходные в брак вступило более 400 пар. Кстати, это далеко не рекорд. Конечно, это не предел. Где-то 10 лет назад у нас практически больше 800 пар. И мы еще после пандемии возобновляем обрядовость. Вы сегодня, наверное, уже видели, что народные девочки пели народные песни величавные. Действительно, 10 лет назад поженилось в два раза больше пар. Далее, к 2015-му количество желающих вступить в брак резко сократилось. Зато в последние годы, согласно статистике, молодоженов снова стало больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!